Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть. Многие хозяйки очень редко используют у себя на кухне щавель. Отчасти потому, что попросту не знают, что из него приготовить. Самыми распространенными блюдами является так называемый зеленый борщ или пироги. Сегодня я испеку запеканку со щавелем. Возможно, этот рецепт вас очень удивит. Попробуйте обязательно, это невероятно вкусно и не банально, а список ингредиентов вы найдете под описанием к видео. Итак, для начала я нарежу мелкими кубиками луковицу. Филе куриной грудки я сначала нарезаю полосками, а затем некрупными кубиками. Добавляю столовую ложку сметаны, соль и специи по вкусу, хорошенько размешиваю и пока отставлю в сторону мариноваться. Очищенный картофель и морковь натираю на крупной терке. Также добавляю соль и специи, одну столовую ложку сметаны, яйцо, нарезанный лук и хорошенько все размешиваю. По вкусу можно сюда же добавить чеснок и зелень. Выкладываю картофельную массу в смазанную маслом форму. Форма подойдет любая, у меня 20 на 30 сантиметров. Разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25. Тем временем заранее промытый и обсушенный щавель режу довольно-таки крупно. Он еще достаточно молодой, поэтому использую вместе со стебельками. Также режу петрушку, можно добавить и укроп. Кладу одну столовую ложку сметаны, яйцо, немного посолю, размешаю. Через отведенное время извлекаю запеканку из духовки, на картофель раскладываю курицу и сверху зелень. Ее надо распределить ровным слоем и слегка утрамбовать. Отправляю запеканку в духовку еще минут на 25. Вы ориентируйтесь по своей духовке и на высоту своей запеканки. Чем она выше, тем больше времени ей требуется. Минут за 10 до конца запекания посыпаю тертым сыром. Готовой запеканке даю немного остыть. В холодном виде она легче режется, хотя очень хороша как в горячем, так и в остывшем виде. Такую запеканку, несомненно, можно делать и без моркови, но мне нравится, что она придает блюду чуть сладковатый привкус, что на мой взгляд отлично сочетается с легкой кислинкой щавеля. И вообще вкус у этой запеканки весьма необычный, но очень гармоничный. Структура у нее нежная, прямо-таки тающая во рту. Подавать можно просто со сметаной, а также с любым соусом или вовсе без ничего, так как она вполне самодостаточная и сочная. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале также и другие рецепты не менее вкусных и оригинальных запеканок и не только. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.